Муниципальное образование советское городское поселение находится в 20 километрах от Выборга на берегу Финского залива. Можно с уверенностью сказать, что это одно из красивейших мест Ленинградской области с уникальной природой и богатым историческим наследием. В настоящее время Советский – это современный, динамично развивающийся поселок городского типа. Его население составляет более 8,5 тысяч человек. На территории расположены два детских сада, школа, библиотека, три дома культуры. Настоящим поселком городского типа Советский стал после 1984 года, когда при участии финских компаний была произведена реконструкция завода «Выборгская целлюлоза». В поселке на месте прежних бараков и заболоченного леса выросли новые улицы с многоэтажными красивыми домами, улучшились дороги, открылись новые магазины. Облюбовали это место люди еще много веков назад. Первое поселение образовалось в 17 веке. Оно получило название «Вахтово». Местное население было занято разведением скота, земледелием, рыболовством. В 18 веке здесь была построена Глютеранская церковь святого Иоанна, которая дала поселку название Йоханнес, сохранившееся до 1948 года. Во время войны церковь была разрушена, местные жители покинули эти места и переселились в Финляндию, регион Турку. В настоящее время в Финляндии существует общество Йоханнес, которое поддерживает тесные связи в поселке Советский. В 2013 году финские города Каарина, Лето и Паймио, общество Йоханнес и поселок Советский подписали договор о сотрудничестве, в рамках которого приоритетным направлением был выбран туризм. Другой международный историко-туристический проект связан с близлежащим поселком Ландышевка, прежнее название Алла Кирьелла. Именно здесь в 1894 году вдова Людвига Нобеля, Эдла Нобель, купила участок земли. Для проектирования усадьбы она пригласила знаменитого в то время архитектора Густава Нюстрема. Он спроектировал жилое кирпичное здание с высокой башней, конюшни, другие хозяйственные постройки. Для устройства сада были привезены редкие растения, а на небольшом островке недалеко от берега была разбита оранжерея, где выращивались экзотические фрукты. На протяжении 30 лет Алла Кирьелла была основной летней резиденцией Нобелей, где собирались все члены именитой семьи. Во время войны здание усадьбы было разрушено, а хозяева уехали за границу, но до сих пор потомки семьи Нобель бережно хранят память об Алле Кирьелла. Представители семьи Нобель постоянно приезжают сюда, участвуют в совместных конференциях и выставках. Большое внимание местная администрация уделяет развитию водного туризма. В 2012 году в поселке Советский началось строительство яхтенной гавани. За короткий срок в хорошо защищенном от непогоды проливе между островом Котай-Саари и берегом материка возникла Большая Марина, рассчитанная на 500 стояночных мест. Современный яхтенный порт, устроенный в соответствии с международными стандартами, представляет гостям самый широкий спектр услуг. Здесь найдут все необходимое для комфортного отдыха как владельца катеров и яхт, так и семьи, желающие взять на прокат лодку на день. А таких тоже немало. Скальные берега, покрытые густым лесом, изрезанная береговая линия, полная уютных бухт и заливов, сама Ключевская бухта с многочисленными живописными островами. Для любителей рыбной ловли, прогулок по лесу, тихих созерцателей – место просто волшебное. Но уникальная природа островов требует бережного отношения. Задача местной администрации – развивая туризм, не забывать и о мерах защиты окружающей среды. На островах планируется создание новых особо охраняемых природных территорий, прокладываются экологические трубы. Интересное решение для отдыха на воде – плавучий дом. Пассажиры этого плавсредства могут сочетать комфортные условия отдыха с возможностью посетить многочисленные острова. При этом уменьшается нагрузка на природу, нет необходимости разбивать палатку, разжигать костер, да и мусор проще забрать с собой. А какое удовольствие сидеть на настоящей террасе в приятной компании и любоваться ежеминутно меняющимися видами берегов и островов Финского залива. Пройти туристическими тропами, порыбачить, заняться водными видами спорта, побыть наедине с природой – все это вы сможете в советском городском поселении Выборгского района Ленинградской области. Добро пожаловать! Приезжайте к нам в гости! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова